БАН! БЛОКИРОВКА АККАУНТА НА ВЕЧНО! БАН! Всё новое, это хорошо забытое старое. Что ж, с момента офигительных видосов прошёл год. Нет, на самом деле 5 дней, если ты не видел вот эту вот пушку-гонку, тогда я не знаю, чем ты вообще занимаешься. Ладно, год назад я впервые выпустил видос, в котором собирал крафты за 10, 100 и 1000 монет. Тогда компания ChainRugashop Industries только развивалась и билды толком строить не умела. Но прошёл год, появились новые технологии с Казахстаном, штат сотрудников пополнился и они готовы трудиться за ваши лайки. Но если серьёзно, как я уже сказал, высший формат ролика далеко не новый, но новое его содержание. Здесь будут более качественные билды, ну и не только они. Если в первых подобных роликах большинство крафтов были взяты с выставки, то прошло уже куча времени и давно для своих видосов я уже строю всё самостоятельно. Как вы уже поняли по названию, сегодня в ролике я построил крафт за 10, 100 и 1000 монет. И да, я редко вас прошу там лайки, ставить, писать комментарии, но сейчас это действительно важно. Статистика по каналу немного упала, я думаю вы поняли, что нужно делать. Кстати, если прожать колокольчик, то есть небольшая вероятность, что вас не проткнёт ChainSource, когда в следующий раз будет снимать видос на копьях. Но сейчас, после всех этих формальностей, переходим к билдам. Приятного просмотра. Крафтет за 10 монет. Если проводить аналогию с первым видосом, то там я просто взял с выставки дробовик и рассказал про него. Гениально! Да, я тоже так считаю. Вообще, если так немного пораскидывать свои мозги по пустоши кроссаута, то можно прийти к выводу, что за 10 монет можно собрать крафт только лишь с белыми комплектующими. И то, две пушки ты не поставишь, потому что нужна синяя кабина, и остаются либо аккорды, либо обрезы. Но чтить традиции и собирать крафт на белых дробовиках я не стал. Хотя нет, стал. Но об этом чуть попозже. В общем, за 10 монет сегодня мы будем наслаждаться игрой на аккордах. Крафт собрал на базе белой кабины спринтер, но просто собирать на эгере было бы уже слишком банально. А у нас тут, знаете, креативные видосы. Поместил на бил 4 аккорда, в принципе, стандартное количество. Также бюджет у нас целых 10 монет, поэтому позволить белую бочку можно. Но при этом специально для фермеров оставил место под синий топливный бак, так что вам остается всего лишь его поставить. На крафте используются детали синдиката и первых трех дополнительных фракций, так что на начальных уровнях собрать это все можно. 2200 очков мощи. Часто кидает в катку, где по 3-4 бота. Это с точки зрения фарма плюс, но если играть где-то утром или до обеда, онлайн на таких уровнях с такими очками мощи мало, поэтому искать катку будет долго. Вообще, из-за всего этого не очень люблю низкие омы, но при этом знаю, что многие там и в пати объединяются, берут одинаковые крафты на тех же аккордах и фармят бенз. Тут опять кому на 2200 фармить, кто-то там на ховерах на 5к играет, но вообще нормальные пацаны катают на копьях. В общем, не знаю, что еще можно про данный билд рассказать, тут все плюс-минус стандартно. Крафт может собрать новичок, единственное, что чуть-чуть первые дополнительные фракции нужно вкачать. И да, чуть не забыл, главный минус этого крафта это аккорды. Вот были бы шершни, другой разговор. Так, ну а мы едем дальше, 100 монет. Вообще, знаете, тоже интересная сумма, поскольку за 100 во второй степени голды ты можешь купить 2 синьки, ну и тогда у тебя там останется 25-30 монет. А можешь немного так докинуть и взять уже 3 синих детали и уже с них что-то застряпать. И я, конечно же, выбрал второй вариант, стоимость крафта примерно 115 золота. Самое дорогое здесь это рык и 2 синих радиатора. А если учитывать, что радики нужны на многие крафты, а рык, наверное, самая популярная кабина, на которой все собирается, то стоимость крафта стремится к нулю. Так что получается, стонкс. Да, не сказал про вооружение. Как я спойлернул выше, здесь будут обрезы. Любимое мое бункерное расположение. Сами дробовики живут долго. Не, ну тут инженеры реально постарались, моделька обреза позволяет так застроить дробовик, что по вертикали они вообще блокироваться не будут. А если спереди смотреть на крафт, то еще и не сразу понятно, что там за вооружение стоит. Что интересно, вместо обрезов туда можно поставить кувалды или булавы, они туда влезают. Но уже по вертикали, когда задираешь прицел, они блокируются. Причем по моим наблюдениям, кувалда блокируются чаще, чем булава. Но, если убрать спереди два бампера от внедорожника, то уже что кувалда, что булава и тем более обрез по вертикали не блокируются. Я подумал, ну да, значит бампер внедорожника слишком широкий, поэтому собственно и локаются дробовики. И честно, я хз как это работает, но что бы я туда не ставил, даже самые узкие бампера пробовал, дробаши все равно блокируются. Видимо, если вы захотите вместо обрезов лепить кувалды или булавы, придется оставлять крышу без бамперов, либо же пытаться как-то ее сдвигать. Вот такие вот закономерности. Но играем мы сегодня на обрезах, с ними все работает нормально, поэтому бампера оставляем и получаем конкретно спрятанное оружие. Еще, кстати, проектор голограмм поставил, тоже немного в моменте, дробовички наши скрыть может. Получается, какая-то латентная игра. На крафте нет инвиза, но собран он напоминает за 100 монет, да и к тому же 3500 очков мощи и без модуля невидимости катать можно вполне с кайфом. Играть на этом всем деле интересно, но новичка по-любому такой билд себе возьму. Сюда можно еще и бочку впихнуть, ну и при желании поставить какие-нибудь колеса полегче, но надо понимать, что и очки мощи тоже поднимутся. В общем, крафт в бою эффективен, убивает все то, что стоит лицом к нему, да еще и плюс-минус вид имеет. Нет предела совершенству, как и предела тому, сколько можно восхищаться эстетикой малых гусениц. Крафт за 1000 монет. Как я думаю вы уже поняли, основную часть билда я вложил в малые гусеницы, ну как вложил, они у меня просто улучшены. В качестве оружия я выбрал 4 защитника, и как вы уже поняли второй раз, тенденция бункерных крафтов продолжается. Но по сравнению с теми же обрезами, тут все не так сладко, в плане того, что при наведении вверх наши защитники блокируются, но это уже особенность пулемета и тут ничего не поделать. Но и так стрелять можно, тем более в упор подъезжать не нужно, просто лично мне после тех же обрезов было не так комфортно, и малые гусеницы все это дело немного компенсируют. Также бюджет позволяет на этот билд поставить бочки, так что в теории фармить можно. Вообще интересная ситуация с этим крафтом получается. Что по бою, из плюсов могу отметить хорошую живучесть этого крафта, потанчить можно. Урон я хз, в принципе норм, главное не рашить, а играть в средней дистанции. Благодаря гусеницам можно откатываться назад и при этом стрелять по противнику. Единственное, что врага нужно держать постоянно в прицеле, а это делать не так легко, опять же, из-за особенностей защитника. А так, в целом билд прикольный, конечно же не обрезы, которые были выше, но все равно играть можно, какое-никакое разнообразие. Также, если у кого-то есть фулл прокачанный джейд, то советую брать его, ведь у фронтальных пулеметов разброс больше, чем у обычных. Вот такие вот получились сегодняшние билды, респект улетает дробовучкам, а вообще, если вам интересно, можете глянуть первый ролик этого формата, который выходил аж год назад. При просмотре его я удивился, что по подаче даже там было не все так плохо, там было ужасно. Нет, в принципе тому чейну я бы поставил 6 ос из 10, ну, знаете, чтобы не расслаблялся. Ну, а на этом данный ролик подходит к концу. Это были крафты за 10, 100 и 1000 монет, с вами на связи был Чейн Соу, всем удачи, чао. Субтитры сделал DimaTorzok